С точки зрения брони, Ведьмак 3 очень странная игра. Не поймите меня неправильно, но мы играем за ведьмака. В игру про ведьмака, в котором есть ведьмачья броня, которая почти по всем параметрам, особенно по дополнительным, в разы лучше, чем вся остальная, которую мы находим в процессе игры. Особенно сильно это проявляется после получения первого ведьмачьего сета. Всякие керасы, камзолы, гамбезы, всех рас, фракций, расцветок, это то, что мы видим с самого начала игры. Но получая тот же доспех грифона, именно он стал у меня первым, как и для большинства из вас, как-то перестаешь обращать внимание на всякую хрень, которая выпадает тебе с убитых врагов или сундуков, оставляя ее там же где нашел или продавая ближайшему торговцу по бросовой цене. А ведь зря, очень зря, ведь два сильнейших сета на атаку и защиту состоят как минимум частично из такого рода второсортной, казалось бы, брони. Но об этом чуть позже. А пока, для начала, давайте посмотрим на самый интересный по параметрам и привлекательным по внешнему виду сеты и отдельные части брони, которые вы встретите на определенных этапах своего прохождения в Ведьмак 3. Поехали! Привет, ковбой! С вами я, Эвойс и Ребус, и это просто канал об играх. Я чертовски сильно соскучился по третьему Ведьмаку и вам. Ну, кроме тех, которые сидят на моих стримах, с вами, ребята, мы видимся как минимум дважды в неделю, но ближе к делу. Самым первым сетом, который мы встречаем в мире Ведьмака, являются те мерзкие доспехи. Доступен этот комплект нам еще в Белом Саду у торговца, которого мы спасли от Грифона. Причем достать его можно без труда и единственным ограничением является его цена и наш уровень. Ведь далеко не все в Белом Саду успевают получить аж четвертый уровень и накопить целых тысячу лишних аренов. А вот и сам сет темерских доспехов, именно его сейчас вы видите на Геральте. Самое примечательное, что сет полностью легкий, и это, пожалуй, его лучшее свойство, на самом деле, если вспомнить про навык техники школы кота. Но в остальном сет не дает никаких дополнительных бонусов, кроме достаточно скромной базовой брони и сопротивления. Жалко. А вот к его внешнему виду придраться сложно. Я, конечно, понимаю, что вкусы у всех разные, но внешний вид именно этих доспехов я обожаю. Выглядят они скорее даже не как доспехи, а как одежда с элементами доспехов. Высокие кожаные сапоги, защита для коленей и локтей, несковывающая куртейка. Если не брать в расчет отсутствие бонусов, то сет стоит внимания. Но только из соображений внешнего вида, не более. Кстати, еще одна особенность. Придя сюда на 50 уровне, у торговца были уже доспехи не 4, а 29 уровня. Особенно сильно это ни на что не повлияло, но все же. Второй сет доспехов, как комплект, который объединен единой стилистикой внешнего вида, нам попадается практически сразу после Белого Сада. Уже в Велине, во Вронницах, у Квартирмейстера, что стоит недалеко от входа в Дом Барона. Это эвгардские доспехи. Точно такие же, никакие по характеристикам, как эти мерзкие доспехи, за исключением двух довольно-таки важных параметров. Во-первых, это средний тип доспехов. А средние доспехи, которые не имеют бонуса к силе и знаков, совершенно бесполезная вещь. А поменять их статус очарования в самом начале игры просто невозможно. Что делает их явно слабее из-за невозможности буста к урону. И это даже несмотря на то, что эти доспехи имеют более высокие показатели сопротивления. Во-вторых, этот доспех внешне хуже, чем темерские доспехи. Кстати, вот он на нас. Но это лично для меня. Для всех-то фломастеры разные. По мне, так, если носить не эльфгардские доспехи, то уж лучше обратить внимание именно на доспехи, а не на одежду с элементами защиты. Но об этом тоже чуть позже. В любом случае, этот сет работает только от внешнего вида и для сильнейших сетов нам никак не подойдет. Третий и последний сет доспехов, которые мы можем просто так приобрести у торговцев в оригинальной игре, доступен уже на островах Скеллике у кузнеца бронников Кайртрольда. Комплект называется «Доспехи с Ундвика». И в отличие от своих собратьев, по доступности действительно выглядит как доспех. Кстати, внешний вид этих доспехов – это просто нечто. И суть даже не в том, что их внешний вид офигенен. Тут дело вкуса. Тут скорее дело в том, что он привлекает внимание. Такой странно поношенный и немного потрепанный. При этом резные части выглядят просто великолепно. А о меховом воротнике я вообще молчу. В этом доспехе он реализован, наверное, даже лучше, чем в «Медвежьем». При этом это обычный тяжелый доспех, который, как и его собратья, не обладает никакими дополнительными характеристиками, кроме брони и сопротивления. Впрочем, для тяжелого типа брони именно эти параметры наиболее важны. И учитывая тот факт, что доспехи можно просто купить и не париться с поисками, выискиванием, крафтом и улучшением, как, например, для ведьмачьего сета «Медведя», то эти доспехи заслуживают того, чтобы их носить и получать с этого профит. Ведь свою функцию, как тяжелых доспехов, они выполняют вполне порядочно. Но на самом деле я был удивлен тем, что очень много людей не знают об этих доспехах. Всегда, когда в роликах мелькал один из этих трех сетов в комментариях, было просто море вопросов о том, что же это за доспехи. Хотя их можно понять, ни в Велине, ни в Белом Соду эти доспехи нам обычно недоступны в первый раз, когда мы их видим. Или по уровню, или по бюджету. А впоследствии, обзаведясь ведьмачьим сетом и пополнив кошелек, о них напрочь забываешь или даже не видишь смысла брать. Так как они на порядок хуже того, что уже на нас надето. А учитывая, что кроме как на нас эти доспехи более нигде не светятся, то и узнаваемость у них довольно низка. Но это, наверное, не касается тех доспехов, которые были добавлены в дополнениях. Ведь в поисках нового контента, дополнения обычно исследуют крайне тщательно даже самые обычные игроки. Вот, например, дополнение Каменные Сердца подарил нам фактически четыре типа новой брони. Ведьмачий сет змеи, который очень похож на базовую броню Кайр Морхена. Традиционные афирские одежды, кафтаны, кунтуши, сет грабителя и немного ностальгической брони Пылающей Розы. И, что самое интересное, ни один из этих доспехов в эпическом качестве мы просто так не можем взять и купить. Например, классические афирские доспехи получить несложно. Нужно всего-то поговорить с афирским купцом, узнать, что его обокрали, собрать все рецепты в кучу разных мест, попутно убив горстку фанатиков из Ордена Пылающей Розы, вернуть ему их и получить переведенные копии и, блин, еще скрафтить. Чувствуете? Немного сложнее, чем просто иметь достаточное количество золотых и соответствовать уровню. В любом случае, доспехи, как бы это сказать, афирские. Имеют легкий тип, достаточно хороший буст к магии, но плохую сопротивляемую, что неудивительно для легких типов доспехов. Выглядят они очень качественными, особенно после частично потрепанных скеллихских, но лично мне они не понравились. Другое дело, это расшитый кунтуш. Насколько я помню, получить его можно на свадьбе или в доме супруги Ольгерта, и никак иначе. Вот этот доспех. Хоть и по некоторым параметрам уступает своему афирскому собрату, но выглядит чрезвычайно круто. Именно в нем мне хотелось проходить все дополнение каменных сердец и беспощадно рубить рыцарей Пылающей Розы, попутно соблазняя милую Шаня. Кстати о рыцарях. Доспехи Пылающей Розы нам тоже доступны, правда только перчатки, кераса и меч, о котором я упоминал в обзоре Стальных Мечей. Найти рецепт этих доспехов можно, вырезая лагеря с бандитами Ордена и лутая все сундуки. Броня конечно же тяжелая и не имеет никаких дополнительных бонусов, кроме сопротивления. Выглядит статно и очень похоже на ту, которую мы видели в первом Ведьмаке. Кстати, когда я проходил этот квест, связанный с рыцарями в третьем Ведьмаке, впервые я не понимал о чем идет речь и пропустил этот квест мимо ушей. Зато сейчас, после прохождения с вами первого Ведьмака, многое встало на свои места и это безумно круто. Давно мечтал примерить эти доспехи, жаль, что это не полный сет. Но все это меркнет перед следующим сетом. Сетом Новолуния. Сам сет в своей слабой форме нам выдается по квесту с ограблением, если вы понимаете о чем я. И представляет собой полностью черные, ничем не выделяющиеся доспехи. Причем скорее даже не доспехи, а самую обычную одежду. Минимум защиты, максимум бесшумности. Довольно интересные строгие доспехи среднего типа. Ничего из себя не представляют, но ровно до тех пор, пока вы не найдете их эпическую форму. И тогда вы поймете, что этот доспех обладает двумя невероятными и безумно редкими бустами по увеличению силы и шанса крита. Что в рамках доспехов вам скорее всего еще ни разу не встречалось. И если вы делаете вашего Ведьмака фехтовальщиком, максимизируя атаку, то этот сет становится вашим основным. Ну что ж, душа Ольгерта спасена или отдана на растерзание дьяволу. А мы переходим к спасению Туссента. Поверите ли вы мне, если я скажу, что во всем дополнение кровь и вино всего один новый тип доспехов. И правильно сделайте, что не поверите. Ведь их аж два или может быть три. Но на самом деле реды поступили достаточно интересным и очень странным образом одновременно. Они взяли самый первый доспех, в нашем случае это доспех Боклерского Гвардейца, который несмотря на металлическую керасу имеет легкий тип доспехов, обладает неплохим сопротивлением и каждый его элемент дает по 250 к здоровью. Но выглядит при этом как консервная банка. Немного изменили его, сделав уже доспехом Стражника, лишь слегка поменяв расцветку рукавов и добавив сверху новый требуемый уровень. Повысив при этом все параметры, в том числе и хп, уже до 300 единиц за каждую единицу доспеха. Далее, кераса исчезает вовсе или прячется за кожаной куртеечкой, попутно добавляя латные наплечники и увеличивая все характеристики, включая хп уже до 350 за каждый элемент. Называется эта броня уже доспехом Боклерского Офицера и меняет свой тип на средний. Потом снова небольшие косметические изменения, уже доспех Боклерского Капитана Гвардии и 400 хп за каждый элемент. Кстати, именно в этом доспехе ходила личная собачка Анны Генриетты. Потом снова левелап, уже до тяжелого типа, броня превращается в реальные доспехи, уходит куртейка, все конечности обзаводятся латными вставками. Теперь это доспех Туссенского Рыцаря и 450 единиц хп за каждый элемент. Еще один шажок, вроде последний, и мы получаем турнирный доспех Туссенского Рыцаря и плюс 500 единиц хп за каждый элемент доспеха. А также просто богоподобный показатель сопротивления, а об автоквейне против лучников я лучше просто промолчу. Фактически, этот доспех является венцом эволюции всех доспехов в дополнении к кровь и вино. Его чрезвычайно сложно собрать, а по своим характеристикам и полезностям он сравним с гроссмейстерскими сетами. Все эти доспехи нужно крафтить, это то еще удовольствие. А искать рецепты так и вовсе занятия не для слабонервных. Ведь чтобы получить все рецепты на турнирный доспех, нужно облутать абсолютно все сундуки. Даже мне не удалось собрать все рецепты, просто потому что я где-то что-то пропустил в какой-то нычке с лутом. С другой стороны, все это искать вовсе не обязательно, ведь у нас есть целых 4 альтернативных доспеха с внешним видом, как у рыцарской брони. Во-первых, это доспех Геральта во время участия в турнире. Он отличается слабыми характеристиками и фартукой с Геральтикой. Доспех из Теска Мутной. Отличный доспех, полностью черный, с уникальным бустом к поглощению хп. И, кстати, единственные доспехи с подобным бонусом. Найти их крайне легко, просто будьте внимательны во время квеста с Регисом в одноименном доспехам замке. А вот с оставшимися двумя альтернативами сложнее, ведь как минимум сразу оба доспеха вам никак не получить. В конце сюжетная составляющая Кровь и Вино, если пойти в мир Тысячи Сказок, то там можно будет найти Тусенский доспех. Если быть внимательным, он золотой, дает по 450 хп. За каждый элемент доспеха выглядит прям по-ту-сенски. Или же можно пойти в пещеру к Скрытому и там найти улучшенный красный аналог бронистой с Хам Мутной, которая называется броня из Хэн Гайд. Все те же самые бонусы, как и у черного аналога, только уровень брони выше и его базовые характеристики, соответственно, тоже немного выше. Обожаю эти доспехи. Выглядят они просто потрясающе. Прям граф Дракулой становишься. Но выбор лишь за вами. Насколько правильным было делать столько одинаковых моделей брони, которые даже и по характеристикам особо не отличаются? Какой смысл было делать откровенно некрасивые и бессмысленные доспехи гвардейцы и стражника? Учитывая, что для их крафта нужны довольно редкие компоненты, я не знаю. Возможно, изначально планировалось делать эти доспехи прокачиваемыми, где для каждого последующего требовались бы предыдущие. Но даже если это и так, от этой идеи явно решили отказаться. В любом случае доспехи, кроме самых первых двух, получились красивые и желание их носить есть. А смена расцветки дает небольшое разнообразие. Итак, как вы видите, если очень грубо округлить, то во всем третьем Ведьмаке есть всего 6 базовых сетов. Три практически ничем не интересных в основной игре, два в дополнении Каменные Сердца, один из которых интересен, а также один в Кровь и Вино. Хотя этот один и представлен в нескольких интересных вариациях. На этом стоило бы закончить, ведь откровенно сетовых доспехов у нас более не осталось. Но кем бы я был и что бы это был за обзор, если бы я не сказал пару слов обо всей остальной броне, которая практически не складывается в сеты, но среди которой попадаются интересные экземпляры. Особенно учитывая тот факт, что эти экземпляры своего рода уникальны, как и уникальные характеристики. Тут стоит кое на что обратить внимание. Некоторые из таких элементов доспехов одновременно могут и продаваться у торговцев в виде обычной брони. У Геральта может быть возможность их скрафтить по рецепту. И более того, точно такой же элемент экипировки в уже готовом виде можно просто найти в сундуке или иной нычке. При этом стоит отметить, что характеристики и уровень у предметов может кардинально отличаться друг от друга. Если торговец и рецепты зачастую дают единый вариант предмета, каждый для себя, конечно же, то выбитый лут может разительно отличаться даже между собой. С одной стороны, это хорошо, ведь есть шанс выбить что-нибудь интересное. С другой стороны, никаких гарантий найти что-то интересное нет. Прям великое ужасное дьявло и попахивает. Но не об этом сейчас. Лично мне удалось собрать неплохую коллекцию довольно интересных вещичек. Она не претендует на полноту, так как собирал я ее уже в конце дополнения кровь и вино и следую в знаке вопроса на скеллиге. Но все же некоторые интересные экземпляры мне успели попасться. Кстати, вся коллекция сейчас у вас перед глазами. И своей целью я ставил сбор уникальных кираз, доспехов и поиск интересных характеристик. Если с внешним видом в целом все понятно, в большинстве своем он уступает с этим вещам, то вот характеристики лично меня иногда удивляют. Например, доспех ласточки. Дает он нам стопроцентное сопротивление от кровотечения. Я не помню момента в игре, где это бы нас сильно спасало. Но сам факт наличия стопроцентного резиста уже неплох. При этом броня ласточки не единственная в своем роде. Доспех тисцена дает стопроцентный резист к ядам. Очень неплохое подспорье, например, к битве с жабой, если вдруг у вас нет иволги. Доспех хиаль дает стопроцентное сопротивление к горению. И, кстати, вопрос. А если найти бандита, который одет в эти доспехи, и попытаться его поджечь игни? Что получится? Помимо резистов, критическим эффектам мне удавалось найти элементы брони, которые дают бонус, например, к сбору трав и золота. Что в самом начале игры крайне неплохое подспорье для сбора первичного капитала и неплохой коллекции травок. Но это, вероятнее всего, чисто рандомные значения. В остальном все обыденно. Просто высокие показатели какой-либо характеристики хп, пробития брони, мощи знаков и силы критического удара. Хотя, вот тут стоит остановиться поподробнее. Есть такие перчатки. Перчатки Нильфгардской армии называются. И дают они нам аж 50% прирост к силе критической атаки. Это, мать его, просто колоссальный прирост к урону от крита. Можете прямо сейчас поставить видео на паузу, вернуться к броне новолуния и посмотреть, какой прирост там. Более того, я вам скажу, что только ради этих перчаток я вам и рассказывал про несетовые элементы брони. Продаются они у кузнецов, броников и их также можно просто найти в каком-нибудь сундуке. Проблем с их поиском быть не должно. И это, вроде, все эпические вещи, которые я хотел показать. Если вам тоже попадались какие-нибудь интересные экземпляры, расскажите они в комментариях. Я уверен, это будет многим интересно, в том числе и мне. Ну и подводя небольшой итог, скажу так. Что во всей игре с дополнениями, лично для себя я готов выделить буквально 3 комплекта и одну рандомную вещь. Которые могут хоть как-то противостоять мощи ведьмачьих сетов. Это, конечно же, доспех новолуния с его бустами к силе и шансу крита. Это броня турнирного тусенского рыцаря со своим адским сопротивлением, бустом к хп и автоквенам. Вампирская броня и эффектом поглощения хп. А также невгардские перчатки и их безумные по силе криты. Не густо для целой игры. Особенно сравнивая с шестью уникальными ведьмачьими сетами и их поэтапной прокачке. Но именно эти комплекты позволяют делать из просто сильных ведьмачьих сетов богоподобные. Все мы знаем, что сет медведя специализируется на сопротивлении. Эта тяжелая броня с бустами к адреналину и квену поощряет агрессивный стиль боя и позволяет переживать смертельные для других доспехов удары. В своем полном комплекте дает недостижимые другим доспехам показатели сопротивления к урону от монстров. То есть я вот прям сейчас реально говорю, что никакой доспех не сравнится в сопротивлении к урону от монстров с доспехом медведя. Но с сопротивлением не все так просто. Ведь помимо сопротивления к урону от монстров, есть еще урон от магии и разные типы урона от классического оружия. Так что в итоге нам потребуется аж три сета, чтобы держать планку максимального сопротивления к тому или иному типу противников. Первый сет, как я и сказал, это полный комплект доспехов медведя. Идеально подходит для сражения с монстрами. Некоторые элементы доспеха из хэнгайд, кстати, сопоставимы по этому показателю с гроссмейстерским доспехом медведя. Но в полном сете проигрывают. Такой комплект брони дает целых 74% сопротивления от атак чудовищ. Второй комплект против магии. Также основан на доспехе школы медведя, но требует небольших характеровок. Нам необходимо поменять куртейку и сапоги на доспехе школы змеи. Так как керасы и сапоги медведя не дают сопротивления к магии вообще. А те же элементы змеи имеют наивысшие показатели сопротивления к этому параметру. Такой комплект в итоге дает нам 76% к сопротивлению стихиям. И кстати, внешне смотрится тоже крайне-крайне неплохо. Последний же комплект заточен на борьбу с обычными бандитами, рыцарями и прочим людям, которые бьются мечами, булавами, луками и прочим оружием. И этот доспех полностью состоит из сета турнирного тусенского рыцаря. Причем обыгрывает он доспех медведя просто на огромные 47% по сопротивлению к ударному урону. В итоге выдавая 73% сопротивлений к рубящим, колющим и ударным типам атак. Тогда как бедвесь в среднем может похвастаться только 45%. Но вся эта игра в защиту от лукавого, атака гораздо лучше и интереснее. А потому сейчас я вам покажу сильнейший на прирост к атаке комплект брони. По дефолту есть два ведьмачек доспеха на атаку, Кот и Монтикора. В целом прирост к атаке они дают одинаковый, что мы как-то подтвердили в видео. Но есть возможность сделать еще более офигенный комплект на атаку. Берем за основу доспех Монтикора. Нам потребуются кераса и ботиночки. Добавляем к ним штаны новолуния и перчатки нильфгардской армии. Если вы внимательно посмотрите на этот комплект, то становится понятно, что его основная сила кроется в приросте к силе крита. И поверьте моим тестам, этот доспех реально позволяет повысить урон и добиться его максимального значения. Жалко, что его эффективность максимальна только при определенной прокачке и наличии определенных мечей. Ну а на этом все. Сегодня мы с вами рассмотрели все сетовые неведьмачьи сеты Ведьмак 3. Посмотрели на интересные эпические вещи и доказали, что даже неведьмачья броня может быть полезной и эффективной при игре. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, то стоит поставить ему лайк и подписаться на этот канал. Включите уведомления через колокольчик. Не забывайте комментировать это видео и делиться им с друзьями. Следующий ролик будет посвящен Геральту и определенной его составляющей. Увидимся в нем. И на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok